Всем привет! Меня зовут Наталья Шик. Вы на моем обучающем канале по макияжу. Этот канал очень полезен для визажистов, а также для девочек, которые хотят быть ежедневно прекрасной и уметь скрадывать свои маленькие недостатки и приукрашать свои достоинства. Поехали! Сегодня очень сложный у нас макияж. Мы будем мало того исправлять нависшее веко, мы еще будем нивелировать падающий глаз. Вот всегда визажисты чувствуют эту сложность. Как же сделать так, чтобы не фигачить сюда смойки, не делать яркий макияж, а сделать в рамках легкого воздушного макияжа действительно хорошую коррекцию. Полюбилось мне это средство. Обожаю его. Очень крутой крем. Делает любую кожу супер увлажненной. Подобный же крем у меня был в Бобби Браун. Витаминизированный. Тоже очень классный. Наносим руками. Ничего лучше нет, чем работа пальчиками. Не на своем я увлажнении работаю. Только по одной причине, что вы мне пишите в комментариях, покажите еще что-нибудь. Продолжим эту же историю. И чтобы они дружили между собой, чтобы отторжения не было у продуктов, все-таки я предпочитаю крем и праймер использовать одной фирмы. Порфиллер это продукт, который мне поможет скрыть глубокие поры. Прям втираю их в наши порочки. Для того, чтобы проработать рельефные несовершенства кожи, вам обязательно нужен спонж. Если вам кажется, что сейчас очень светлый оттенок, то я его подстраивала под цвет кожи на шее. Шея очень светлая. А кожа на лице немножко розоватая. Очень худенькая девочка, поэтому все веночки просвечивают. И этот эффект нужно хорошенечко перекрыть. Но чтобы с шеей был одинаковый цвет, поэтому я выбрала тон достаточно светлый. Забронзируем, и она будет красивая. Очень люблю вот этот продукт. Безумно неудобен в плане упаковки. Это очень гигиенично. Вот это все течет в самолете. Там вообще все вытекает, аж из него дует. Но он безумно красив. Поэтому, если вас не смущает то, что он не очень чистый, то советую к нему присмотреться. Коррекцию начинаем сразу с бровей. Работа с бровями очень важна. Здесь брови правильные. На предыдущем уроке я вам четко рассказала 5 таких лайфхаков, как сделать работу с нависающим веком прекрасной, как убрать нависание, и как вообще работать с таким веком. Поэтому здесь по ссылке сверху переходите, смотрите. А здесь мы просто красиво уложим брови и их дорисуем. Обязательно гелем всегда густо прокрашивайте. Оставляйте на минутку, и потом с сухой кистью укладывайте брови, если вам нужно брови не просто мягко уложить, а прям переложить форму. И выкладываем брови так, как вам необходимо. Можно даже проложить их. Я увидела, что вы спрашивали, как пользоваться пудрой. Берем кистью пудру, немножко снимаем цвет и вносим. Особенно, когда вам нужно не жестко прокрасить, а сделать такой очень легкий вариант макияжа бровей. Когда вы наносите помаду, это прям вот все очень сильно видно. Помаду для бровей или текстуру кремовую. А вот пудра очень стойкая, очень классно носибельная, и это реально ощущение, что эта тень от бровинок дает вот эту густоту и красоту. При этом не перетемненная, видите? Для того, чтобы работать в данной технике, нам нужна кисть распушенная к концу. И вот такая кисточка у меня в бренде 102. Это новинка, лимитка. И я думаю, что она вам очень понравится. Это премиальный ворс. Работает она верхней формой. Пытаюсь в нее до сих пор влюбиться. Не знаю, отдала за нее 125 евро. Еще таможню за нее платила. Ну, в общем, история такая, а все, думаю, господи, зачем я ее купила? Будем влюбляться. Нужен матовый оттенок и кисточка с плоским торцом. Смотрим вверх, вернее, на меня. И смотрите, вот века, где соединяется падающая ось, а нам надо поднять, и мы будем цветовое пятно ставить на месте возвышения. И вот я его ставлю. Вот таким образом. Теперь я прошу закрыть глаза. И я вижу это цветовое пятно, и от него я натягиваю на ресничный край и оттушевываю в орбитальную линию. Нам нужно, чтобы это цветовое пятно было еле заметное, потому что строить этот макияж нам нужно не ошибиться, не сделать ярких акцентов. Нам нужно перестроить очень деликатно форму глаза. Почему здесь цветовое пятно? Чтобы не завалить край глаза. В таком макияже мы себе не можем позволить тушевки вот какие-то во внешнем уголке. Вы знаете, у нас очень много девочек с Казахстана, и у них большая проблема именно вот такого заваленного глаза. Почему? Не знаю, именно вот в Новосибирске они такие приезжают, приходят к нам. И я четко поняла, что вот внешний уголок глаза у них вот здесь вот. Вот здесь вот у них внешний уголок глаза. Ни в коем случае не ниже. Поэтому прорабатывая таким образом макияж, мы приподнимаем очень хорошо глаза. А туда уже пойдут оттушевки. При открытом глазе мы также натягиваем этот цвет. Я вам в предыдущем уроке уже говорила о том, что с нависающим веком идеально смотрятся смоки, поэтому здесь мы его и будем делать. Но не яркий. Хотя ярким сделать коррекцию очень легко. Наша с вами задача сделать дневной макияж, но при этом нивелировать и падающий глаз, и нависание убрать. Куда вы сможете этот макияж сделать? Конечно, на свадьбу. Конечно, какой-то легкий вечерний макияж. Не все девочки хотят черной смоки. Такие девочки вообще всегда хотят стрелки от визажиста. Но четко понимаете, что не все можно сделать на таких глазах. Хотите же стрелки, да? Всегда от визажиста. Согласна. Ко мне всегда приходят девчата с подобным веком и всегда просят стрелки. Кремовые тени Tom Ford. Я их очень сильно люблю. Единственный их минус – это невозможность самостоятельного использования. Они всегда как база используются. Но у них есть аналоги. Я как-нибудь вам сделаю видео. Кстати, если вы там внизу запросите. Аналоги люкса или аналоги самых любимых продуктов визажистов. Дешевые аналоги. И закрываю. Вот не бойтесь здесь. Вы видите здесь сияние и думаете, батюшки, что она делает? Нависающее веко и сияние – это враги. Но вот это сияние очень правильное, очень классное. Оно делает действительно то, что нам с вами нужно. Оно выравнивает текстуру века. Знаете, много продуктов есть классных, которые на руке смотрятся безупречно. Но на веке они как будто сжамкивают века. Вот этот продукт делает века благородным. Я совсем недавно получила новую палетку от Анастасии Беверли Хиллс. Я захотелась за ней очень. Это была лимитка. И она так быстро раскупилась в нашей сифоре, что мне пришлось заказывать ее. Поэтому я ее заказала. И вот смотрите, я хочу использовать ее. Таких хамелеонов много. И в принципе, эта палетка не является уникальной с точки зрения этого цвета. Но в данном случае он мне нужен. И я как раз эту палетку вам покажу. Вообще, на самом деле, все вот эти оттенки безумно пластичные. Я могу рекомендовать 100% палетке Анастасии. Они достойны, они стоят каждой своей копейки. Это действительно для меня очень классный продукт. И при открытом глазе, смотрящем вперед, я ищу вот то века, которое у меня нависает. И мне орбитальную линию нужно сделать гораздо выше, чем у меня все вот эти вот морщиночки лежат на веке. Поэтому при открытом глазе я это дело прорисовываю. А вот орбитальную линию я вот здесь буду уплотнять. Теперь прошу закрыть, растушевать все морщинки на веке. И у нас вот такое красивое, большое, подвижное веко получилось. Визуально, конечно. Открой глазик. Видите? По сути, мы вот эти с вами морщинки не видим, а когда ресницы нарастим, поставим, его вообще не будет видно, это нависание. Но вот эта красота подвижного века у нас, сияющая красота подвижного века, она у нас будет видна. Таким образом мы спрятали неподвижное веко, сделали его меньше. Видите, вот до сих пор мы его сделали. А так-то оно вот здесь у нас заканчивается. И увеличили, наоборот, подвижное веко, что, собственно, всегда пытаются сделать девочки, когда создают себе макияж. Опять открываем глаза, смотрим просто вперед и прорисовываем прямо над складкой. Честно скажу, в этом глазике больше нависания. Возможно, вы с этой стороны спите, да? Здесь нависания поменьше, поэтому мне приходится чуть выше рисовать, чтобы глаза были одинаковые. Теперь я закрываю опять глаза и заполняю века этим цветом. Чем цвет хороший? У него базовая подложка коричневая. В связи с этим тушевка будет чистая века. В шексоветах не раз я говорила вот про эту палитру. Она действительно, откройте глазки, классная. И в Дольче я уже заказала несколько других палитр. Приду, тоже вам покажу. Очень люблю их базовые оттенки. Прорабатываем орбитальную линию. И смотрите, я ломаю миф о том, что с нависающим веком можно работать только матовыми тенями. Нет, у меня все тени сияющие. Что мы теперь делаем? Берем мягкую пушистую кисть, чистую. И всю эту тушевочку, которую мы здесь создавали, мягко выводим в пространство между второй и третьей точкой брови. Следующий прием, который очень важен, это наша маленькая стрелочка-подводка. У меня очень классный микро-лайнер Шесейда. Очень его советую купить. Просто какая-то космическая вещь. Единственное, что он дорогой. Сюда. И смотрите, что мне очень важно сделать. Мне проработать надо водную линию. И выводим ее вот так вот. Мы таким образом слегка перевернули глаз. Проработаем эту стрелочку до точки падения, а эта точка падения вот начинается, чтобы еще больше не уронить глаз. Почему я так люблю этот карандаш? Он очень тонкий. Я даже планирую сделать такую форму маленькую карандаша в своем бренде. Все понимаете его минус. Он, конечно, очень быстро заканчивается. Далее, что мы делаем? Мы берем плотный консилер. У меня в данном случае от NARS. Очень мне нравится их пластичная текстура. И смотрите на меня. Я подрабатываю вот таким образом века. Делаю его восходящим. Убираю излишки консилера спонжем. Беру продукт цвет усталости. Очень люблю такие оттенки. Самый, наверное, нашумевший продукт пилоток. От шарлотты. И прорабатываю нижнее веко. Мягкой кисточкой из белки или мягкой козы оттягиваю по созданной направляющей тушевку вверх. Конечно, здесь нужно использовать келлер. Он дал бы нам возможность приподнять ресницы. В таких веках всегда ресницы смотрят вниз. И это тоже дает падение глазу. Это тоже дает мощное нависание, видное нависание. Поэтому мы сейчас тушью корень приподнимаем. Хотя келлером бы это сделать. И ставим ресницы. Весь основной акцент ресниц у нас будет на середине глаза. Ниже мы не будем вообще... Даже вот я здесь и прокрашивала так слегка. Я даже вот уберу потом вот это вот прокрашенные ресницы. И ресницы мы туда ставить тоже не будем. Чтобы не завалить глаз. Посмотрите, у нас вот эти крайние реснички. Даже вообще я их не прокрасила. Они однозначно вам делать будут направление вниз. Я поставила и прокрасила только до самой падающей линии. Ну и создадим самую невероятную красоту. Это, конечно, хайлайтер. Зашлифуем им. Обожаю хайлайтер Аурглаз. Для себя, для ежедневного макияжа. Прям возьмите вот такой маленький, небольшой формат. Вам будет его за глаза. Вот такой макияж у нас получился. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Жмите колокольчик уведомления, чтобы каждый четверг получать наше видео. И всегда улыбайтесь. Потому что только улыбка делает из нас красивых, счастливых и просто всегда востребуемых женщин. Всегда к вам будут тянуться люди, когда вы улыбаетесь. Улыбка всегда располагает. Улыбайтесь коллеги, улыбайтесь девочки, улыбайтесь мужчины и делайте этот мир ярче. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok